Всем привет! Меня зовут Паша Корчевский, это очередное видео на тему импровизации. Сегодня речь пойдет о том, как обыгрывать вторую, пятую, первую в миноре. В качестве примера я возьму тональность Re-minor по трубе, а по музыке это будет Do-minor. Что вам нужно знать, чтобы импровизировать на данную последовательность? Первое, это две Bebop-гаммы. Второе, это гармонический минор от первой ступени. Третье, это опевание аккордовых ступеней. Приступим к разбору аккордов данной последовательности. Значит, я нахожусь в тональности Re-minor для трубы, и первый аккорд данной последовательности будет полуменьшенный аккорд второй ступени. Вот как он звучит. То есть ноты у нас будут Mi, Sol, Si bemol, Re. Второй аккорд последовательности, это доминант-септ-аккорд минус 9 от пятой ступени, соответственно. Значит, это La-sept минус 9. Почему минус 9? Потому что в ключе у нас есть один знак, это Si bemol. Вот как это звучит. Последний аккорд последовательности, это аккорд первой ступени, минорный аккорд. В данном случае это Re-minor, Re-minor-sept. Как для опции, вы также можете обыгрывать его как Re-minor 6, то есть шестеркой. Только шестерка не Si bemol, а Si bk. Какие Be-bop-гаммы мы должны знать? Первая Be-bop-гамма. Это Do-sept Be-bop-гамма. И ее мы используем для того, чтобы обыгрывать Mi-полуменьшенные, то есть аккорд второй ступени. Впоследовательность вторая, пятая, первая в Re-minor. Вторая Be-bop-гамма это Fa-mage Be-bop-гамма. Только строим ее от ноты Re, как бы от тоники в Re-minor. Ее используем мы для того, чтобы обыгрывать тонический аккорд Re-minor первой ступени. Также в качестве опции вы можете использовать соль Be-bop-гамму для того, чтобы обыгрывать аккорд первой ступени Re-minor, чтобы показать в нем шестую ступень, Si bk. Следующую гамму, которую вы должны знать, это гармонический тонический минор. В данном случае это Re-minor гармонический. Но нужно мыслить от ноты Lia, то есть от доминанты, чтобы обыгрывать доминанту в этой последовательности. И последнее, что вы должны знать, это опевание аккордовых ступеней. Значит, первый аккорд последовательности это Mi-minor-полууменьшенный. Я вам покажу несколько стандартных вариантов опевания. Субтитры создавал DimaTorzok Следующий аккорд это Lia, Sepp, минус 9. Я вам покажу самое стандартное опевание этого трезвучия в миноре. И последнее это опевание тонического минорного трезвучия. Пару опевания самых стандартных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это самые основные опевания, но также вы можете придумывать свои. Значит, давайте закрепим пройденный материал. Значит, у нас есть последовательность 2-5-1 в ре миноре. Первый аккорд это Mi-полууменьшенный. Второй Lia, Sepp, минус 9. Третий это Re-minor. Sepp, либо с шестерочкой. Значит, как мы импровизируем на первый аккорд? Что мы делаем? Как мы мыслим? Значит, видим Mi-полууменьшенный, но представляем его как до-септ. И обыгрываем по до-септ, бибоп-гаме со всеми опеваниями до-септа и так далее. Следующий аккорд это Lia, Sepp, минус 9. Здесь мы мыслим как обыгрывая по гармоническому ре минору, показывая при этом доминанту Lia, показывая до-дес, терцию, туда это будет грамотно и правильно. Со всеми опеваниями, со всеми делами. И последний аккорд это Re-minor. Просто показывайте Re-minor, опевая тонические ступени. При этом вы можете использовать Fah, Mesh, Be-bop-гаму и Sol, Sepp, Be-bop-гаму, чтобы показать шестую ступень и так далее. Еще хотелось бы добавить, что вы также можете употреблять на обыгрывание 2-5 в миноре все то же самое, что вы выучили в параллельном мажоре. Соответственно, если Re-minor, то параллельный мажор это Fah. И все, что выучили для Fah-мажора, вы можете применять это спокойно на эту последовательность. Все эти аккорды, трезвучия и тому подобное. Но когда у вас идет доминанта, там уже надо разобрать, какие в гармоническом Re-minor аккорды будут и трезвучия. И их уже применять именно в этом такте на доминанту. Когда будете заниматься этой последовательностью, обязательно следите за тем, чтобы начало фразы у вас было всегда с аккордовой ноты. То есть на сильную долю, если вы начинаете, то чтобы начиналось с аккордовой ноты и заканчивали также в аккордовую ноту. То есть наворачивайте, когда на доминанте, и чтобы четко всегда бам и разрешалось всегда в аккордовую ноту тонического аккорда. Приучайте себя с самого начала следить за каждой нотой. Тогда ваша игра будет очень грамотной и правильной. И вы с легкостью будете обыгрывать любые последовательности, любые аккорды, в любом темпе. Главное брать сначала медленный, естественно, темп и стараться следить за каждой нотой, чтобы не было никакой шары. Сейчас я вам продемонстрирую, как весь этот материал можно использовать в своей импровизации. Главное брать сначала медленный, естественно, темп и стараться. Главное брать сначала медленный, естественно, темп и стараться. Главное брать сначала медленный, естественно, темп и стараться. Рад делиться с вами информацией, надеюсь, она была полезна для вас. Если вы хотите позаниматься со мной, я даю уроки по скайпу. Если вы хотите приобрести вот такую книгу, это 12 джазовых транскрипций, которые я снял сам, то пишите мне на почту, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме. Все контакты будут в описании. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Будем продолжать заниматься вместе. Пока-пока!